Запад санкционировал удары по Крыму. Как отреагировали в Москве? Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Запад дал Киеву зеленый свет на уничтожение всего российского, в том числе на удары по Крымскому полуострову. В западных столицах эту информацию пока не подтверждают. В Москве считают, что Киев пытается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Однако подобная вовлеченность будет неизбежно иметь последствия. Абсолютный консенсус, что Подоляк заявил об ударах по Крыму. Вечером 28 августа украинское издание «Страна» опубликовало заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, прозвучавшее в эфире телемарафона. Подоляк, в частности, заявил, что западные союзники Киева одобрили удары ВСУ по Крыму. Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили «нет-нет, давайте только без этого». Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории, сказал Подоляк. Он добавил, что количество неустановленных беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию неустановленной природы. И, безусловно, количество этих беспилотников будет увеличиваться, заявил Подоляк. Ранее украинские чиновники уже заявляли о планах ВСУ наносить удары по Крыму и Крымскому мосту. Так, в июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Крым и Крымский мост являются законными целями для ВСУ, поскольку удары по ним снизят боеспособность российских войск. «Это нормальная тактика – разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них», – заявлял Резников. А в этом месяце руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов фактически анонсировал удары ВСУ по Крыму. Он заявил, что украинская армия уже этим занимается. Между тем, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенос боев на территорию России был бы неправильным из-за риска остаться без помощи союзников. «Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», – заявил Зеленский. Это их битва. Что говорят на Западе? На Западе заявления Киева об ударах по Крыму пока не комментируют. Однако ранее официальные лица в западных столицах неоднократно заявляли, что украинские власти сами принимают решение, какие объекты атаковать. «Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», – заявил в июне представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя удар Киева по Чангарскому мосту. Ранее Райдер также заявлял, что Вашингтон оставляет на усмотрение Украины возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. «Когда речь идет о планах Украины и проводимых ею операциях, то, конечно же, это их решение», – сказал Райдер после решения США поставить Киеву дальнобойные снаряды. Аналогичное заявление можно было слышать и в Госдепе. Еще в январе официальный представитель ведомства Аннет Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений безопасности. «В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать это оружие и поставки для защиты своей территории», – заявил Прайс, комментируя возможность нанесения ударов по Крыму. Он также отметил, что Вашингтон не признает Крым частью России, поэтому США не станут препятствовать возможным атакам на полуостров, как, впрочем, и поощрять их. Тезис о том, что Крым не Россия, поэтому теоретически ВСУ имеют право его бомбить, используют и в Белом доме. В мае помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев не может наносить удары по российской территории из западного оружия, но ему разрешено атаковать Крым. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России, а мы считаем, что Крым – это Украина», – сказал Салливан. В Великобритании пошли еще дальше. В конце мая глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Киев обладает законным правом применять военную силу за пределами своей территории. Подобные атаки министр назвал элементом самообороны Украины. Однако не все разделяют воинственный пыл Лондона. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не может наносить удары по территории России из западного оружия. Он также заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие для ударов по российской территории. Помощь Киеву не должна повлечь за собой эскалацию между НАТО и Москвой, отмечает канцлер. Право войны. Как отреагировали в России? В Москве уже отреагировали на слова Подоляка о консенсусе с Западом касательно ударов по Крыму. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это юридическое доказательство соучастия Запада в войне с Россией. Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например, в Крыму. Если это правда, а сомневаться сейчас нет причин, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России, написал Медведев в своем телеграм-канале. Он также отметил, что для России это возможность действовать в рамках юсатбеллиум – права войны против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказание апокалипсиса все ближе, добавил Медведев. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор Запаса Леонид Ивлев назвал заявление Подоляка фашистским. Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса. Уничтожение всего российского в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России, русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане. Сказал Ивлев в беседе с РИА Новости. По его словам, остановить такие намерения можно только победой на фронтах СВО. Украинский фашизм и поддерживающие его страны НАТО понимают только силу. Сказал Ивлев. Вице-спикер Крымского парламента Владимир Бабков заявил, что подобные заявления представителей киевских властей связаны с катастрофическими потерями украинских войск в рамках так называемого контрнаступления. На этом фоне киевскому режиму нужно поддерживать информационный фон, который бы замедлил процесс разложения остатков гражданских институтов Украины. Сказал Бабков в РИА Новости. Вице-спикер отметил, что после окончательного распада Украины, каждая из тех стран, которые отправляют сегодня ей танки, прибежит к России мириться и договариваться о новом устройстве мира. «Это было в истории уже не один раз. И повторится снова», – подчеркнул Бабков. Попытка киевского режима нанести ракетный удар по Крыму является преступлением, заявил в свою очередь глава Комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Он отметил, что украинские власти перешли на стадию террористов. Они продолжают испытывать терпение России. «Они вынуждают нас на более жесткие ответы, после которых государство Украина перестанет существовать», – сказал парламентарий. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва располагает сведениями о планах Киева атаковать российскую территорию, в том числе Крым, с помощью западных ракет «Химорс» и «Стормшедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценные втягивания США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины. «Предупредил Шойгу». Попыткам Киева атаковать Крым дал оценку и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал подобные атаки террористической деятельностью, потому что в большинстве своем она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты. «Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу», – отметил Песков. Прокомментировал представитель Кремля и вчерашнее заявление Подоляка, сообщает ТАСС. «В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет в том, что будут неизбежные издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет вот это столкновение точек зрения. Мы очень внимательно за этим наблюдаем», – отметил Песков.